Друзья, всем привет! Это снова подкаст КВЭДА, меня зовут Сергей, и сегодня у нас в гостях Алексей Жирухин. Алексей, здравствуйте! Здравствуйте, очень рад вас слышать. Я вас представлю, вот у вас очень большое такое портфолио путешественника, и не только, но вот что я себе главное отметил, вы любитель самостоятельных путешествий, проехали более 50 стран мира, 55. Верно, все верно. И почти всю Россию, ну вот всю или не всю мы сегодня выясним, так как это как будто звучит невозможно, проще весь мир объехать, чем всю Россию посетить. Вы любитель севера, чему я отвешиваю большой респект, свой человек в Арктике и тоже блогер, ведете блог путешествия со смыслом. Все ли здесь правильно? Все верно. Давайте начнем с того, почему, когда я захожу в ваши социальные сети, ваши фотоальбомы, там все белое. Там везде снег, везде зима, всегда. Как будто бы это даже не зависит от сезона, иногда там бывает снег и комары, что какое-то странное. Очень много комаров. Но почему Арктика? Почему это для вас такое любимое главное направление, как я понял? Ну на самом деле Арктика случилась не просто так. Я в свое время проехал все дороги России, которые возможны, там федеральные трассы сначала, потом уже не федеральные трассы. После того, как проехал вот это все, начались уже зимники, да, потому что зимники, это как дороги жизни. По зимникам можно доехать туда, куда невозможно доехать летом. Ну, соответственно, в зимний период. То есть зимник это временная дорога по льду? Ну, по льду, по тундре, по берегу Северно-Ледовитого океана. То есть форматов очень много зимников разные, но самое главное, что это временная дорога, сезонная, которая в холодное время года. В основном это северные дороги и ведут они в очень отдаленные поселки, до которых в другое время года добраться, в принципе, невозможно. Только либо по воде, либо на какой-нибудь самолете, вертолете, вот таким-то образом. И проехав все регионы России, естественно, мне интересно стало уже побывать именно в таких отдаленных местах, докуда практически, ну, либо вообще никто не доезжает, либо практически никто не доезжает. И именно это Арктика. И вот как раз все крайние поездки у меня связаны с Арктикой, с новыми какими-то поселками, новыми точками, местами. И контента и материалов оттуда настолько много, что бывает, пишешь, расписываешь все это практически весь год. Поэтому у меня в социальной сети вот так и выглядят, что постоянно рассказываю про Арктику. Дело в том, что даже наша крайняя поездка с самой северной точки, то есть мы сначала доехали до самой северной точки России, это Мус-Челюскин, и с нее доехали потом до самой южной точки России. Мы сделали это впервые. Это поездка была вместе с Александром Еликовым, моим другом. Поездка была два месяца. То есть месяц мы ехали в одну сторону и месяц обратно. И дело в том, что вот такую поездку можно расписывать, наверное, почти весь год. То есть столько уникальных вещей, столько уникальных событий, людей ты встречаешь по пути, что это просто невозможно быстро описать. А сколько длится одна такая поездка? Поездки очень разные, в зависимости от того, куда мы едем. Но вот Мус-Челюскин – это самая сложная и самая недоступная точка в России. Соответственно, ехать до нее дольше и тяжелее всего. Мы стартовали в начале марта в Якутске и добирались до нее целый месяц. То есть только чисто в сторону Мус-Челюскин. Но у нас цель не просто доехать была до Мус-Челюскин, а проехать через очень интересные, колоритные поселки, до которых мало кто доезжал. Мы двигались через самый север Якутии, Мис-Пакс, это самая северная точка Якутии и Дальнего Востока. Потом заехали в бухту Нордвик. Там находится заброшенный поселок Севморпути, который тоже называется Нордвик. Это поселок, который забросили в 1949 году. И благодаря своей недоступности и отдаленности, там такое ощущение, что находишься в музее. Потому что за это время, за 70 лет, там практически никого не было из людей. После этого мы заехали в самое северное село в мире, Сандаска, где живут долганы, оленеводы, рыбаки. Это очень колоритное село, где мы прожили двое суток. Сняли тоже фильм про местных жителей, как они там живут, в чем особенность их жизни. Они вообще очень подружились с ребятами. После этого мы поехали в Хаттангу. Хаттанга – это райцент, самый северный райцент России. И при этом это еще самый дорогой населенный пункт России. Да, я видел ваш пост, и многие думают, что самое дорогое место – это там Швейцария, Дания, Сингапур. Нет! Там сколько помидоры стоят? Ну, цены разные в зависимости от сезона. То есть, может начинаться там аж 600 рублей и заканчиваться там 1200, например. Все зависит от сезона, все зависит от способа доставки. Вот, потому что то, что доставляется по воздуху – это вот самый дорогой способ. Соответственно, оценка идет прямо несколько раз, учитывая, что и коммунальные услуги очень дорогие, и зарплаты выше, чем в среднем по России, и все это наценивается, естественно, на продукты. Поэтому там очень все дорого, и самая сложная доставка, потому что туда можно добраться либо по воде, но по воде нужно сделать огромный-огромный крюк, то есть туда доставка осуществляется с Красноярска. И для того, чтобы что-то доставить, нужно на корабле сначала дойти до Дудинки. Это один из портов Северно-Морского пути по Енисею. В Дудинке все продукты, весь груз перекладывается на другую корабль, который уже может поморить. И он, огибая мыс Челюскина, попадает в Хатонский залив, где нужно опять перегрузить все это, чтобы уже на корабле, который речной, опять дошло все до Хатонги. И, соответственно, вот этот путь, корабль, ну, друз идет почти все лето, представляете, да? То есть... Я думаю, что доставка еды для людей, которые привыкли жить в больших городах, и такие, ой, мне уже 40 минут не везут суши. Да-да-да-да. Там реально другие проблемы. Да, причем, знаете, мы когда с Хатонги, мы там жили несколько дней и собирались дальше, вот как раз заправлялись, ремонтировали машины, еду покупали на вот самый сложный участок, и купили все в поселке в этом сникерсы. И в этот момент пришло сознание, что даже когда мы вернемся с мыса Челюскина, то есть это будет примерно через 2,5 недели, то сникерсы в само село еще не привезут. И еще непонятно, когда их привезут. Вот представляете... Поселка в будущее. Да, то есть это может быть через месяц, может быть через 2 месяца. И то есть мы реально оставили село без сникерсов. И вот в современном мире, когда ты приходишь в любой магазин, чего-то нет, и можешь пройти в следующий магазин или подождать 2 часа, и туда привезут, это выглядит, конечно, очень необычно, непривычно. Поэтому те люди, которые там живут и работают, это вот, не знаю, настоящие супергерои, я считаю. Так, к этим людям мы еще вернемся. Я хотел спросить, почему вы выбираете места, которые самые отдаленные, самые труднодоступные? Это произошло уже после того, как вы попутешествовали по миру и в целом по России, и поняли, что, ну вот, осталось что-то новое, что-то другое, и хочется просто новых впечатлений. Или вас просто так достали вот эти туристы, что вы такие, я хочу туда, где вообще нет туристов? Мне интересно всегда побывать в новых местах. Мне неинтересно, например, каждый год ездить в Сочи. Ну, просто это, там ничего нового не происходит. И я каждый раз, то есть, когда меня спрашивают, а как ты проехал столько, так много, то я отвечаю, я просто каждый раз ехал в новые места, и все. И просто единственные места новые, которые остались, они остались в Арктике, потому что они самые труднодоступные. И чтобы не ездить по старым местам, я каждый год, каждую зиму, даже и летом иногда выбираю что-то из арктического, куда практически никто не доезжает, в том числе и блогеры. Когда я готовлюсь к любой поездке, то я, естественно, изучаю очень много материалов про эти места. Я смотрю и видеофильмы, и какие-то посты, статьи. И вот по тем местам, по которым мы ездили, практически никакой информации нет. Потому что там практически никто не был. И это интересно и для своего какого-то, знаете, исторического, там, географического обогащения. И интересно рассказывать об этом своей аудитории. Потому что, когда ты приезжаешь, там, в Крым или Сочи, ты будешь каким-то, не знаю, миллионным, который расскажет про одно и то же. И ничего нового ты не принесешь в этот мир, там, в своем блоге и так далее. У меня такой опыт был. То есть я рассказывал уже про туристически популярные места Крыма, Сочи. И какого-то интереса аудитории в этом не было, потому что практически все там были. Ну, если не были, то слышали, читали и так далее. И ты ничего нового не рассказываешь. Когда ты едешь в Арктику, то с большой вероятностью ты один из первых, кто, в принципе, за последнее время там побывает. И тем более побывает в формате блогера. И потом об этом расскажет, сделает фильм и так далее. Это звучит как переход из категории туриста и путешественников в категорию уже первопроходца и экспедитора. Вот я слышу такую трансформацию. Да, да, да. То есть попытка побывать там, где еще нога человека, ну, если и ступала, то немного раз. И часто в другой обуви, в которой вы приезжаете. И вот это ощущение, когда мы все хотим... Все же хотят приехать в популярные места, но сделать там фотографию одному. И всегда смешно смотреть вот эти закадры, где вроде человек стоит на каком-то мысе известном, там, красивом, фотографируется. И снимается со стороны, как еще 100 человек стоит в очереди за эту фотографию. Потому что это такое... Это попытка создать иллюзию, что я здесь один, а на самом деле нет. И поэтому многие иллюзии стараются как раз выбираться в какие-то более новые, более уединенные места. И вот этот кайф, что ты здесь один. Я думаю, что у вас просто вот большое удовольствие от прогулок по городу в 4 утра, когда ощущение, что вот я вообще один, никого нет. Я вот классный, я тут такой король города. Оно у вас просто очень гипертрофировалось. И такие, я один в Арктике теперь. Есть ли в этом приятное одиночество? В этом есть и приятное одиночество, и небольшая такая доля страха, напряжения. Потому что когда ты находишься в каком-то популярном месте, и что-то происходит, например, с твоей машиной, то у тебя нет никаких там сомнений, что тебе помогут, что у тебя там есть рядом сервис или так далее. Когда ты находишься далеко-далеко в Арктике, то единственный, кто может тебе помочь, это ты сам. Поэтому ты пока едешь, ты, особенно когда отдаляешься от населенных пунктов, да, от даже поселков, ты всегда начинаешь быть очень осторожным, прислушиваться к автомобилю, быть очень внимательным. И особенно есть самое такое безлюдное и опасное место, это вот на Таймыре, полуостров Таймыр, откуда мы ехали как раз, ну, куда, на мыс Челюскин, от Хаттанги. Дело в том, что от Хаттанги до мыса Челюскина практически тысячи километров целины в снежной пустыне, где нет ничего, кроме животных, которые никогда в жизни не видели людей. И где-то посередине ты ловишь себя на ощущение, что ближайшие к тебе люди — это космонавты, которые сейчас находятся на МКС. Потому что до ближайших... До которых 400, да, километров? Да, до них 400 километров, а вокруг тебя до людей 500. И вот я ни разу такое чувство не ловил, как на Таймыре. Это просто непередаваемо, и ты понимаешь, что ты в случае чего, ну, ты даже не можешь ни докуда идти пешком. Потому что это... А в этих ситуациях вы оказываетесь прямо один? Потому что вы сказали, что путешествуете с товарищами, другом. Ну, с товарищами, да. Но я так понимаю, не всегда. Или бывает, что вы прямо один-один? Вот в эти как раз сложные поездки — это именно с товарищами, естественно. То есть это долгая подготовка, подготовка автомобиля, естественно, маршруты. То есть я путешествую вместе с Александром Геликовым. Это самый лучший путешественник по Арктике. Вот, он сам родом с Нового Рингоя, с Ямала, поэтому хорошо знаком с Арктикой и поездками по ним. Вот, и мы, естественно, едем командой, потому что, ну, одному там делать нечего. Во-первых, ты даже не поделишься никакой информацией. Во-вторых, сложно самому себе помочь в плане даже машину вытащить. Да, ну, это еще психологически, наверное, будет в три раза жестче. Конечно. Потому что, ну, вот мы здесь втроем одни, и это такое ощущение... У меня в голову приходит сравнение, знаете, когда люди на Луну летали втроем, там, в Аполлоне. Вот. И они такие, нам тут вообще никто не поможет. И когда у них там была Аполлон-13, да, по-моему, ну, какая-то нештатная ситуация была, вот им приходилось самим. Да, у них есть какая-то связь, но им приходится самим все делать. Но если человек еще и один в такой ситуации окажется, это вообще, наверное, ну, большое испытание для психики. Конечно. Причем даже если ты находишься в большой компании, это большое испытание для психики. И пока ты не окажешься в такой ситуации, ты никогда не сможешь понять, как ты себя поведешь. Вот у Александра Еликова как раз есть интересная история, ну, как интересная, о том, как он как раз первый раз в жизни 10 лет назад ехал на мыс Челюскин и взял человека, такого непроверенного в качестве оператора. Это была девушка, которая в итоге по пути, ну, в кавычках, сошла с ума. И ее пришлось эвакуировать обратно на вертолете с мыса Челюскина, потому что все, она потеряла контакт там с Вершим Миром, и пока она не приземлилась в Хаттанге, вот было совсем с ней все плохо. Это исключительно психологическая история или ее еще напрягали вот агрессивно окружающая среда? Всегда, когда едешь по таким местам, всегда что-то происходит с машиной, там бывает проваливаешься где-то, вытаскиваешь метели. И когда человек к этому не готов, нет понимания, что это такое, то есть там нельзя спланировать по дням точно передвижение. То есть ты можешь вообще неделю, например, стоять, если метель, да? Ты можешь ремонтировать машину непонятно сколько. И не все люди готовы, и когда смотрят, что что-то происходит, ну, не штатное, а это норма в таких местах, то начинают переживать, а это внутренние переживания выливаются вот в такие эмоциональные расстройства. Как вы готовились к таким путешествиям? Постепенно, то есть сложно сразу, с первого раза поехать в Арктику. Я там уже не первый год. Постоянно, с каждым годом усложнял-усложнял поездки. А что было первым? Первая поездка, ну, если из такого более-менее сложного, это поездка по зимникам. Причем зимники, это зимники не короткие какие-то промежутки по 100 километров, которые не таят никаких опасностей, а это большой зимник, почти тысячи километров. То есть его за один день не проедешь. Из Усть-Кута в Мирный, это из Иркутского области в Якутию. Это такая дорога, которая вот работает только 3-4 месяца в году, из сего года. И там доставляют грузы в западную часть Якутии. Летом там вот болото. Болото, реки, мостов нет. И вот два дня ехать было для меня сначала, ну, таким настоящим испытанием. Я думал, что это очень такая, ну, тяжелая поездка. Но в прошлом году мы с моим другом съездили в северные поселки Якутии. Это Тикси, тоже по зимникам. Потом Нижний Янск. И первый, кто на гражданском автомобиле в одиночку добрался до села Русск в Устье. Это село, которое находится тоже на севере Якутии. На самом севере реки Нди Гирка, где оно практически впадает в Восточно-Сибирское море. Дело в том, что это село находится уже в тундре. И туда зимников нет, туда постоянно все заметает. В этом была и сложность. И вот мы рискнули, доехали. Это был очень большой опыт. Это была одна из самых таких сложных и первых самостоятельных путешествий по Арктике, я имею в виду. Получился как раз очень интересный контент, благодаря которому я вот и начал вести еще и канал в видеоформате. Потому что до этого я предпочитал только текстовый формат. Но понял, что из такой поездки было бы просто грех не привести какие-нибудь интересные фильмы. И вот как раз фильмы сделали. Ну вот рядовому человеку, наверное, кажется, что что в Арктике снимать? Там все белое, там пусто. Но я так понимаю, что там нужно снимать как раз всякие ситуации, которые происходят. Да, ситуации, людей, да, потому что это уникальные люди. Это быт людей, который не сравним ни с чьим бытом в России. Да, это очень специфический определенный там стиль жизни, способность жить в таких местах и заниматься чем-то. А как думаете, почему они там живут? Знаешь, я когда вот туда ехал в первый раз, вот такие отдаленные, все думал, что ой, как же им не везет, что у них нет в обычном понимании дорог круглогодичных, да. Сложно добраться и так далее. И когда я с ними побеседовал, я на самом деле очень сильно стал завидовать их жизни. Потому что у них нету, как в крупных городах России, они не бегают никуда. У них нет пробок. У них стабильная, понятная жизнь. И жизнь, которая очень сильно зависит от сезонов. То есть есть лето, это рыбалка на один тип рыбы, там, да, или на птицу. Это лодки, это паромные переправы. Осень-весна, это там охота на другие виды живностей. Зима, это зимники, по которым можно добраться практически по всей республике. Там, если брать, например, Якутию, да. И это подлёдная рыбалка там и так далее. И у них они все при деле. Они все, то есть там количество людей практически, посёлок не меняется. Соответственно, они все при должности определённые, получают зарплату. И в свободное время занимаются тем, чему им нравится. То есть если они какое-то дело сделали, если это дорожники, например, да. Если они зимники сделали, им нет необходимости просто так кататься и выжигать топливо. Они занимаются своими делами. Они занимаются охотой, рыбалкой, своими какими-то домашними хозяйствами. И это в корне отличает от вот беготни, которые происходят в наших крупных городах. Да, и я разговариваю с людьми, которые приезжали по делам Якутска. И они за пару дней ужасно уставали. Хотя Якутск это не такой уж большой город, да. Если сравнивать там с центральной частью России. И они говорят, им вот бы быстрее уехать и до работы пешком там, не знаю, 3 минуты. Ну, не знаю, 5 минут. И в некоторых поселках даже нет автомобилей, потому что просто, ну, нет смысла в них. Но при этом всегда есть возможность, куда хочешь. То есть у них очень многих дотационные раз в году или раз в 2 года перелеты в любую точку, куда они могут отдыхать. У них есть определенные там квоты на обучение, на учебу. Они могут, в принципе, свободно куда хочешь улететь, отдохнуть. И опять вернуться домой. Ну, вот в этом и интерес исследования таких регионов. Я думаю, даже некое изменение сознания и переоценка ценностей вот самого путешественника. Да, 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 конечно. Первые 2 дня, наверное, сходишь с ума. Думаешь, а что делать? Интернета, скорее всего, там тоже нет. МКС не поделится. Вай-фай с МКС они ловят. Да, да, да. С интернетом очень плохо. И кажется, как здесь жить, нечего делать. Мозг начинает сходить с ума. Скорее всего, спустя там несколько дней голова успокаивается. Начинает спокойно о чем-то думать, спокойно смотреть вокруг. И, возможно, потом уже, когда человек, допустим, допустим, из Москвы возвращается обратно в Москву, он, скорее всего, наоборот, в Москве первую неделю в шоке находится. И, может быть, начинает даже думать, а нужно ли ему какие-то вещи, вот, которые раньше ему были необходимы, нужны ли они ему теперь? Да, конечно, потому что ты, когда нет интернета, ты настолько от него отвыкаешь, и у тебя просто нет необходимости даже туда заходить. Причем вот в некоторых поселках еще есть интернет, но такой плохой, спутниковый. И просто настолько плохой, что ты даже уже не перестаешь туда заходить. То есть максимум, чем можешь пользоваться, это мессенджерами, где хотя бы сообщения как-то проходят. И вообще такие путешествия, я всегда, ну, говорю, считаю, это для осознанных людей. То есть для того, чтобы поехать в Арктику, нужно сначала посмотреть всю другую Россию. То есть если ты не был нигде, то ты ничего интересного для себя не откроешь в Арктике. И большинство людей едут в отпуск именно, чтобы позагорать, ничего не делать, море искупаться, там мороженое поесть, ну, погреться и так далее. А здесь в Арктику это больше про исследование, про какое-то вот познание, да, интерес. Это отдых в любом случае не телом. Да-да-да, потому что там холодно, да, там некомфортно в этом плане. То есть зимой там холодно, летом там просто тучи комаров, мошкары. Это просто кошмар, я видел эти видео. У меня фобия, я из Карелии, тысячный раз уже говорю, но я думал, что у нас много комаров. Но когда я видел просто вот эти видео из Тундры, где вот эта мошка или что это там такое, я не знаю, оно просто облепляет весь автомобиль, и человек выходит, и я знаю, что его просто съесть заживо могут, если он вдруг там, не дай бог, уснёт. Да-да-да, причём 500 укусов могут убить человека. 500 укусов. Ну, это как будто не так много, учитывая, какие тучи там летают. Да, и то есть ты постоянно, причём избавиться от этого невозможно, и они залетают везде. То есть они в уши пытаются залезть, в нос, ты не можешь реально дышать. То есть поэтому мы когда... Фильм ужасов. Вот этим летом изучали Ямал, да, и новые места интересные, то вот настолько быстро ты стараешься всё сделать, причём ты же ещё, мы же ещё фильм снимали тоже для канала, и иногда ты не можешь записать даже стендап, потому что нужно что-то сказать там буквально там на минуту, а в эту минуту пытаются комары, мошка залететь везде, что же угодно, и ты просто не можешь вытерпливать. У нас есть куча смешных видосов. А как же экипировка? Ну, всё равно ты, чтобы красиво это снять, снимаешь её. То есть даже если, ну, не будет не очень красиво там, например, в сетке там вот это всё снимать, и даже находясь вот в этой шлеме, вот, да, в сетке, они всё равно пролетают. То есть они находят пути, они залетают под, как бы, в рукава, под часы, и каждый укус, они выгрызают кусок кожи. И это очень больно, это чешется потом у ужасной волдыри, и ты смотришь, что вот небольшой промежуток в ногах между кроссовком и такой плотными джинсами, и они там даже умудряются через носки выгрызть у тебя. Это просто нечто. Вы лучшая реклама путешествий в Арктику, особенно летом. Я думаю, что люди, которые сейчас слушают, они такие, вау, как круто, именно этого в жизни мне и не хватало. Но так обычно и пишут, что никогда больше не поеду. Знаете, есть терапия, когда пираньи покусывают ноги, ну, не пираньи, а какие-то рыбки там. Вот то же самое, приезжайте, вас там покусают. Это чтобы потом радоваться, когда у вас в квартире, там, в Петербурге один комарик летает, вы такие, брат, летай, вообще никаких вопросов нет. Да, причем такой нежный комарик, который может весь всю ночь летать и нежно все-таки вот еле-еле подлетать тебе. То есть... Аккуратненько окусить, но при этом извиниться. Да, а вот комары, которые находятся в Сибири, там, в Арктике, они вообще не церемонятся, и они просто толпой на тебя залетают. И ты пока замахиваешься и просто пытаешься убить одного, ты еще в охапку, там, десятерых можешь, двадцать убить. Я теперь понимаю, что люди там живут не только из-за холода, а еще и вот из-за этой истории. Возможно, просто все эти комары Машкорана просто очень скучают по людям, хочет их обнять. И унести в лес. Или в тундру. Такой прагматичный вопрос. Допустим, кто-то из наших слушателей вдохновился всем вот этим вдруг и тоже хочет поехать куда-то в арктическую зону зимой. Как ему это сделать? У человека нет своей машины. Есть какие-то туры, и людей возят, например, на вездеходок, если он хочет, например, ну, сколько там, недели-две, куда-то далеко поехать, согласен на сложные условия, но чтобы у него хотя бы была гарантия безопасности какой-то. Так, ну, смотрите, во-первых, Арктика очень разная. Есть популярная туристическая Арктика, где есть и отели удобные, и туры, и все подряд. Это, например, Мурманскую область. Териберка. Да, Териберка. Вот я как раз буквально недавно был там на фестивале арктической кухни. Это место, куда можно доехать даже на Оке. То есть туда ведет дорога хорошая, круглогодичная. Там есть и отели, и арктическая вкусная кухня, и берег Северно-Ледовитого океана. И это самый доступный способ доехать до Арктики. Но при этом там бывают ситуации, когда дорогу заметает. У меня отец несколько лет назад туда ездил. Он поехал просто туда за треской, со своей лодкой они, по-моему, поехали даже с катером. Доехали до какого-то места там в мае. Все замело, два метра. Они развернулись, покушали треску в кафе и уехали обратно. Просто вот так. И планировали все это полгода. Да, потому что это Арктика, и она непредсказуемая. То есть днем может солнце, прям очень хорошее быть. Вдруг резко погода поменяется, и буквально через час пурга и метель, ничего не видно. И вот это очень непредсказуемо, это Арктика. И причем, если даже, ну нет автомобиля, да, как уже говорили, то можно всегда из Москвы долететь до Мурманска на самолете. Есть огромное количество сейчас предложений, куда поехать в Мурманск области. Это и полостов средний, полостов рыбачий. Там можно зимой поехать посмотреть северное сияние. Можно летом поехать посмотреть китов, да, пособирать морожку. То есть это вот самый популярный туристический регион арктический. И это как пробник Арктики. Потому что там самые комфортные условия, которые могут быть арктические, если брать. Так, хорошо, зафиксировали. То есть можно поехать в Териберку и вот близ лежащий район. Я так понимаю, что там Яндекс.Гугл в помощь. Можно там все это найти. А если хочется такое уже пожёстче. Чуть пожёстче, это берём восточнее, на Ринмар. Ненецкий автономный округ, куда тоже можно добраться зимой на автомобиле. Туда недавно построили дорогу от севера республики Коми. Но до севера республики Коми до сих пор зимники. И это такая ещё возможность, экспириенс. То есть если в Мурманской области зимников нет, то если поехать на машине на Ринмар, то можно узнать, что такое зимник. Это очень тоже интересно для некоторых. Это настоящий экспириенс. Попробовать зимники. И причём безопасные зимники, потому что расстояние там небольшое. Там также можно пожить в стойбище у оленеводов. Попробовать арктическую кухню, попробовать оленину, попробовать рыбу. Посмотреть, как живут оленеводы. Посмотреть, там есть древний арктический город, Пустоозёрск, куда тоже могут вывезти на снегоходах. Древний арктический город? Да, да, да. Он, насколько я помню, 16 века. Ой, 17 века. Это освоение было, да. То есть это вот очень интересно в плане истории посмотреть, как это всё было. И, естественно, это северное сияние зимой. И летом... Зимой полярный ночь, летом полярный день. То есть можно ощутить, посмотреть, что такое там, когда солнце вообще не сходит с горизонта. Дальше это уже республика Коми, север. Это можно съездить, например, в Рокуту. Да, очень известная Рокуту. До неё есть зимник, но он закрыт. Он именно для промышленности сделан, для перевозки грузов. Но можно туда доехать либо на поезде, спокойно, от Печоры, либо прямо из Москвы. Либо также на самолёте. И причём в Рокута очень известна и популярна тем, что там очень много заброшенных посёлков. И это не несколько домов, как вот у нас любят в наших там средней полосе показывать, что вот два заброшенных дома, это вот заброшки такие. А там именно посёлки... Буквально вчера съехали люди, уже заброшены. Да, да, да. А это прям огромные посёлки, по которым интересно полазить, которые ещё буквально вчера люди там жили. То есть заброшенные вещи, это квартиры. Это очень интересный такой, как называть, юрбикс, да, туризм. По заброшкам именно. Ну, в том числе там также есть люди, которые предлагают туризм на вездеходах, на снегоходах отвезти на берег Арского моря, да, порыбачить, поохотиться. Этого там добра полно. Дальше у нас идёт Ненецкий авторном округ, где буквально, вот я буквально неделю назад был. Это очень интересный арктический регион, в том плане, что ещё недавно там только занимались добычей полезных ископаемых. Вот. И это были такие вот рабочие города, рабочие посёлки. А сейчас это реально очень популярный арктический регион, куда приезжают не только работать, но и отдыхать. И вот парадокс, да, который вот буквально прошло там, не знаю, 10 лет, за которым всё поменялось. Если раньше это вахты и посёлки были, и пытались оттуда уехать, то сейчас летом туда шквал туристов. Это приезжают и в основном в Салихард, да, в столицу Ненецкого автономного округа, Ямал-Ненецкого автономного округа, где один из таких тоже старейших городов, вот этот Салихард, крепость, где была, которая купцами была основана там тоже, насколько мы, в 17-м веке. Это очень интересно, мы проехались по трансполярной магистрали. Это сталинская стройка, которая должна была связать всё побережье Северно-Ледовитого океана, от Баренцевого моря до Чукотки. И остатки этой стройки, которая шла именно на Ямале с 47-го по 53-й года, там вот это всё осталось. Это одно из таких первых крупных освоений Арктики в Советском Союзе. И это заброшка, которая реально интересна, то есть там находятся лагпунты, да, где жили заключённые, и именно ими силами всё это строилось. Причём вот в европейской части России вот этих лагерей, ну, вообще не осталось. Потому что все места очень доступны, и их в своё время там либо разобрали, либо там просто там сожгли, уничтожили и так далее. А так как трансполярная магистраль находилась в очень недоступном месте, то есть там не было дороги, то всё вот это сохранилось. И это сейчас как культурное достояние. И это очень круто посмотреть вживую. Мы доехали до Нового Рингоя, там находится одна из сверхглубоких скважин. То есть все в основном знают про сверхглубокую скважину, которая находится на Кольском полуострове, около Никеля. Но там ничего от неё не осталось. То есть единственное, что там осталось, это заглушка, на которой написано 12,5 километров. Всё здание давно уже снесено, и его разобрали на металл. Но мало кто знает, что именно около Нового Рингоя, в Карачаево, находится полная копия той сверхглубокой. Она менее известна, точнее практически неизвестна. Но выглядит ровно так, как выглядела сверхглубокая на Кольском. И она чуть-чуть поменьше. Она 7,5 километров в глубину. И там можно посмотреть, как вот это всё происходило. Причём экскурсию могут провести даже работники, которые как раз бурением занимаются. Мы тоже про этот фильм сняли. И это суперинтересно. Промтуризм вообще в последние годы очень активно развивается в России. Да, где можно посмотреть, как работают разные профессии. Посмотреть, быть непосредственным свидетелем вот этого промышленного. Как это всё происходит. Как там, не знаю, как идёт какая-то добыча чего-нибудь. Как золото добывают и так далее. И вот здесь как раз место, где можно посмотреть сверхглубокое. И больше они нигде не сохранились. Самое интересное. Это тоже, наверное, про экзотику, когда люди уже посмотрели просто горы, увидели пустыни, увидели там архитектуру красивую, города, Европы, Азии, Китая. Что ещё есть? А как добывается золото? Да, да, да. Или как происходит бурение. Вот для меня это, например, тоже было открытием. Хотя я много что посмотрел. Я полностью понял процесс, как это всё происходит. Для меня это был вообще какой-то вот тёмный лес на самом деле. И мне было интересно познакомиться и пообщаться, и узнать, как происходит в принципе бурение. И как происходило бурение на сверхглубокое. Потому что это вот колоссальное строение. И это очень-очень интересно. Мы проговорили все адреса. Я надеюсь, люди, которые нас слушают, попытались эту карту себе нарисовать. В таком случае мы все локации обрисовали. Да, а если нет, то можно будет посмотреть у меня в блоге. Да, пожалуйста. Давайте объясним это. У вас есть страничка ВКонтакте. Да, я использую все социальные сети. Везде меня можно найти по фамилии, имени Алексей Жрухин. Или путешествие со смыслом. То есть я везде либо дублирую контент, либо как-то переделываю под определённую социальную сеть. Но я стараюсь ввести соцсети везде, чтобы это было удобно для читателей. Финализирую эту мысль. Всё, что вы сейчас описали, это уже готовые какие-то туристические предложения. Это не нужно самому приезжать и звонить Вася, а можешь ли ты меня туда довезти на снегоходе, на буханке и так далее. Я могу вот куда-то написать, и мне уже предложат какой-то пакетный тур для того, чтобы на неделю съездить по таким диким местам. Да, да, да. Например, в том же самом Салихарде мы сами некоторые места посещали с помощью наших знакомых. Это компания Discover Yamal. Они могут показать и 501-ю стройку. Есть люди, которые любят сами куда-то ехать, а есть люди, которым нужно всё это показать, рассказать, довезти и так далее. То есть там есть туристические агентства, которые всё это могут показать. Нас, например, возили на Полярный Урал, мы ездили. Около посёлка Харп находится ледник Романтиков на Полярном Урале. Это самый доступный из всех ледников на Полярном Урале, куда можно дойти пешком за 2 часа от ближайшей точки, куда приехать. И это очень красиво и очень интересно. Там и фотографии красивые, вообще такой походик по горам небольшой сделать. Это всё туристические компании есть, они развиваются и предлагают такие туры. Сколько это может стоить? Всё, наверное, зависит от наполнения, потому что, например, та же самая 501-я стройка, она очень длинная, она около 500 километров. Соответственно, можно приехать в какие-то лагеря, которые находятся очень недалеко, а есть очень дальние, до которых нужно ехать день, например, и это разная цена. В том числе и, например, с оленеводами. Вот мы там были в гостях у оленеводов на Ямале. Есть оленеводы, которые живут в окрестностях Салихарда, и ты можешь за буквально несколько тысяч рублей переночевать у них. Причём мы были в этот раз у оленеводов, где можно переночевать, и в чуме, в национальном доме оленеводов. Ужин и завтра включён, это стоит 3 тысячи рублей. То есть это может даже стоить дешевле, чем аренда, ну, как бы гостиница в Салихарде. Но есть оленеводы, которые живут очень далеко. Которые живут в тундре, очень далеко на севере. Соответственно, до них нужно добираться либо на вертолёте, либо, например, на Терколе. И это будет строить уже, естественно, не 3 тысячи рублей. Сотни тысяч рублей. Сотни тысяч, да. И самое интересное, что на Ямале ты имеешь возможность, опять же, выбирать. То есть если у тебя есть там, ну, немного денег, ты можешь съездить либо вот к оленеводам, которые рядом находятся, либо, например, там есть культурный центр, где можно посмотреть, то есть это такой туристический, без оленеводов, но просто посмотреть, как устроено их жилище. Там, как это всё, вот как они живут, как устроено. И, соответственно, под каждый тип, под каждый кошелёк есть своё предложение. Давайте хотя бы примерно опишем, например, можно ли уложиться, если мы выключим билеты, что человек до какого-то регионального центра добрался сам, и возьмём такой тур, где он хочет покататься, но не прям, чтобы там очень-очень далеко. Вот это неделя, это может быть либо петля, либо круг какой-то. А можно ли в эту неделю с транспортом, едой уложиться в 100 тысяч рублей? Да, вполне, вполне. Причём самое интересное, что и билеты, например, если мы улетали, прилетали в Новоренгой, стоил билет в районе 10-12 тысяч рублей из Москвы. Ну, это недорого по современным тометам. То есть, да, очень недорого, причём учитывая, что ты практически прилетаешь в пол-России. Вот, очень доступно, и в 100 тысяч рублей, в принципе, можно уложиться, как бы, и посмотреть действительно Ямал, посмотреть настоящий Ямал, посмотреть тундру, пожить у оленеводов, покататься по достопримечательностям, это вполне возможно. Класс! Мы проговорили весь северный движ, и я теперь хочу понять, что было до этого, что вы успели пройти и посмотреть, прежде чем начали отправляться вот в такие суровые места? Где вы успели побывать? Ну, в России и в мире? Ну, в России, естественно. Я начал путешествовать очень давно, ещё там, можно сказать, с детства, потому что у меня большое количество родственников в разных городах там и ближайших странах, и мы на каникулах, на детских, ну, вот в школе, ездили там в Пензу, в Москву, в Азербайджан, как бы, это было нормой. И когда я начал, ну, вырос, то начал с ближайших регионов, которые не посещал, то есть я сам из Самары, это там Татарстан, Оренбург, Саратовская область, и потихонечку, потихонечку, Пензенская область, потихонечку, потихонечку расширял свои горизонты, потом мне стало интересно ездить по другим странам, сначала это были ближайшие страны, страны бывшего СССР, да, это Прибалтика, это страны Кавказа, Закавказья, Средняя Азия, и потом стало интереснее двигаться дальше, то есть я проехал всю Европу, кроме Португалии, в Португалии всё никак не доехал, но это одна из целей, да, это Скандинавия, это Балканский полуостров, вся Средняя Азия, и ещё Арабские Эмираты, Индия, то есть, в общем, 55 стран. Странно, что не прозвучала Антарктида. Пока нет, но как бы тоже есть желание, конечно. В проливе Дрейка там поболтаться на лодке. Естественно. Вот, и мне было интересно, я, соответственно, первая поездка именно за рубеж по Европе большая, у меня была туром, это первый и последний тур, который у меня был на автобусе, мы ездили две недели, и после возвращения я понял, что я ничего не помню из поездки, то есть нас куда-то привозят, мы фотографируемся, уезжаем, и сразу после этого я решил, пока у меня была виза свободная, открытая, я решил поехать ещё раз. И так сложилось, это было, вообще, в начале, это был 2010 или 2011 год, да, на тот момент не было принято самостоятельно путешествовать, и даже в голове такого не было. И когда я пришёл в турагентство и начал искать, какой тур под себя, я понял, что ничего интересного нет. И меня тогда спросили, говорят, а ты, у тебя есть виза? Я говорю, ну, есть. Так зачем тогда тебе тур? Берёшь и едешь сам. Я говорю, в смысле, сам? Он говорит, ну как, берёшь билеты, бронируешь проживание, и всё, и едешь. Я говорю, в смысле, а что, так можно было? Ну, это такой слом шаблона, потому что, наверное, тогда, как сказать, интернет ещё не был таким насыщенным, как сейчас, не было таких там сервисов поиска билетов, в роне отелей, и как бы непонятно, что мне просто звонить в Италию и разговаривать там с кем-то, что ли? Я, насколько помню, букинг тогда работал первый год. То есть первый или второй год, он был не особо известен, мне тогда подсказали, что есть такое понятие, как букинг. А, уже хорошо было. Да, оффлайн-карт на тот момент не было, и мне приходилось либо скриншотить, либо распечатывать карты вот этих городов, чтобы не заблудиться. Потому что, кроме, ну, нужно было интернет постоянно, чтобы где-то пользоваться каким-то навигатором. Это сейчас есть огромное количество там приложений, да, маршрутов уже, которые построены, и это очень реально удобно. И я такое тоже испробовал там несколько лет назад при путешествии по европейским странам, где уже люди сделали маршруты. Это очень круто. И на тот момент, когда я начинал... А может, подскажете такое приложение? Сейчас уже не помню, но в интернете можно подыскать. Ну, в приложениях именно. Я сейчас уже не помню, потому что в Европу давно не выезжал в связи с пандемиями и вот этими всеми событиями. Но очень здорово, что сейчас чуть ли не школик любой может взять, поехать, скачать приложение, скачать переводчики, оффлайн все это, и построить себе маршрут и спокойно провести отпуск, да, спокойно погулять. На тот момент, когда я ездил, такого ничего не было. Я приходил совершенно по-другому готовиться. И... Насколько сильно отличились ваши впечатления от тура и самостоятельной поездки? Ну, вот, учитывая, что мне приходилось все самому, я терялся, блуждал, иногда совершал ошибки, но это была настолько яркая и эмоциональная поездка, что, учитывая, что я проехал меньше стран за две недели, за те же самые, я помню намного больше, чем с первой поездки. Это прямо вот настолько мне понравилось именно ездить самому и решать самому, когда я поеду, куда я поеду, а не когда меня берут и куда-то тащат. И все с того момента, я, кстати, начал и пробовать вести блог, потому что блог вообще начался с того, что я друзьям рассказывал после каждой поездки свою историю, как я куда ездил. Причем это были очень часто нетуристические места, то есть я никогда не ездил, например, по путевке в Египет или Турцию, никогда не отдыхал. И это были вот такие необычные места, и в интернете еще не был развит блогинг, и еще про это ничего не было. И поэтому всегда обращались ко мне, как опытному путешественнику, и мне надоело просто одно и то же рассказывать 20-50 раз. Поэтому после очередной поездки, когда меня друзья уже замучили, я говорю, ребята, я устал, вот давайте я заведу блог и буду там об этом всем рассказывать. И вот так родился блог, который за нескольких лет, причем я вел, ну, несколько страничек в социальных сетях, это ВК я веду, наверное, около 15 лет, уже там 14-15 лет, ну, с самого зарождения ВК, да, Twitter с 2009 года, и потом еще начал с большие посты писать именно в живой журнал, который все это время умирает, но никак еще не умрет. И благодаря вот этим, видимо, интересным поездкам, красивым фотографиям я потихонечку развивался как блогер, начал попадать в рейтинги, и мое за несколько лет там количество аудитории росло там каждый раз в десятки раз. Вот сейчас по последним статистикам, если брать все социальные сети, то у меня там около полумиллиона подписчиков и около, наверное, 10 миллионов просмотров в месяц. И это все благодаря, то есть у меня всегда была цель посетить интересные места, во-первых, да, и об этом рассказать, потому что вот меня сейчас больше всего волнует то, что такой объем информации у нас из поездок, в том числе там по Арктике, что просто я не успеваю это все выкладывать. То есть у нас в ближайшее время планируется, наверное, ну, контент набран серией на 30 фильмов. Это только Арктика. Это только Арктика. Вам нужна команда уже профессиональная, которая будет все это делать. У меня есть монтажер, который все делает, но в любом случае мне разобрать материалы и сделать сам сюжет, сценарий, это должен быть все равно я, потому что я там был. И вот это, как раз, самое сложное, все это разобрать. Вот как раз после нашего разговора я планирую засесть и начать делать новую серию из летней поездки на старом советском Москвиче, потому что у нас есть и сложные поездки в те места, которые, ну, как бы попасть очень дорого и накладно, да. И в том числе мы еще показываем доступную Арктику. И мы показываем, что на старом Москвиче, там Александр Еликов купил Москвич 412-1981 года, на котором мы, кажется, поехали в Арктику. Мы поехали туда зимой, по зимникам, доехали до Салихарда, Нового Рингоя, оставили его там зимой и летом недавно прилетели обратно и повторили поездку, но уже по новым местам. И мы показываем, что Арктика ближе, чем кажется. И что можно, имея любой автомобиль, который у вас есть, вряд ли он хуже Москвича 1981 года, взять и в отпуск поехать туда. В какой момент после какой страны или какого-то периода путешествий вы поняли, что пока достаточно, хочу на север? На самом деле у меня всегда, я одну поездку совершал по другим странам, ну в год, одну поездку всегда по России, потому что у нас тоже очень много интересных мест, и мне всегда хотелось тут побывать. Поэтому я каждый год планировал две поездки обычно, ну как пример, например. Один, в один год, в 2018 году я съездил, а в 2018 или 2019 уже, не помню, и сразу и проехался от Самары до Магадана, и посмотрел вот эту нашу огромную страну, и в этом же году съездил по Памирскому тракту в Среднюю Азию, это Таджикистан, Узбекистан, Киргизия, Казахстан. И вот каждый год я планировал обычно несколько поездок, чтобы и посмотреть и за границу, и Россию. И когда по России вот места закончились, куда можно съездить, вот доступные, как раз и началась Арктика. Очень иронично, что вы говорите, закончились доступные места в России, поэтому вы поехали в Арктику, которая очень доступная. Вот, ну, я стал ездить по более недоступным местам, куда как раз очень сложно добраться, это вот как раз куда нет дорог, куда даже нет зимников. В поселке, куда еще там не особо доезжали или вообще не доезжали на автомобилях. И это стало... Ну, в том числе, контент стал улучшаться, да. И рассказывать про вот стандартные туристические места стало просто неинтересно. Поэтому у меня блог сейчас про те места, которые очень туристически непопулярные, но при этом мы их делаем благодаря блогу, в том числе, туристически популярные. То есть о них люди узнают. А мы когда... Вот я рассказывал про сверхглубокую, да, которая находится в вполне доступном месте, но про нее никто не знал особо. И даже местные жители, которые там живут на Ямале, они не знали, что вообще она существует, и можно туда добраться спокойно и посмотреть. И вот... А это мы сделали только чисто посты в социальных сетях. То есть еще даже фильм не вышел. И народ стал интересоваться, и, скорее всего, там в ближайшее время туда уже будут возить туры. Большое уважение, что вы таким образом продвигаете, помогаете местным. Я думаю, они вам за это тоже благодарны. Хорошо. Я понял, что в России вы все объездили и параллельно посещали разные страны мира. Потом в России закончились места, как вы говорите, и поехали в Арктику. Продолжаете ли вы до сих пор куда-то за границу ездить? Или пока фокус на России? Пока фокус преимущественно на России, потому что, ну, чем больше ты путешествуешь по России, тем больше понимаешь, что еще ничего не видел. Особенно в арктических местах. Каждый раз, когда ты куда-то приезжаешь, тебе, например, местные что-то подсказывают, что тут вот недалеко есть еще что-то. А про это никто нигде не писал. То есть ты изначально не можешь знать про это, потому что про это никто не писал, и это даже не гуглится. И ты каждый раз что-то узнаешь новое, что-то новое, интересное. И для себя расширяешь горизонты. Например, я много раз уже был в Амурской области, каждый раз для меня открывалась она по-новому. Я первый раз проезжал там еще в каком-то там 16-м или 17-м году, когда ехал в первый раз жизни до Владивостока на автомобиле. А в следующий раз я съездил туда на космодром восточный. Да, я видел, вы были на запуске ракеты. Да, причем не один раз. Потом я еще посетил там, оказывается, это один из регионов, где рекорды по добыче золота. И я... Там есть поселок Соловьевский, где как раз добывают золото. И это одно из мест старейших в России. И там можно приехать и посмотреть полный цикл добычи золота и его переработки. Это очень тоже интересно. Буквально там те же самые 6 лет назад я про это не знал. Поэтому в каждую новую поездку я узнаю что-то новое, что-то интересное. И про что как раз в том числе интересно рассказать. И эти места, они не заканчиваются. У меня есть, конечно, цель еще проездить по другим странам. Вообще, в идеале я бы хотел проехать и кругосветные путешествия, в том числе на автомобиле. И посмотреть, заехать вообще во все страны. И это вот, ну, я надеюсь... Во все страны. Да, у меня уже, считай, есть треть. Осталось вот две трети. В принципе, все возможное. Главное желание. Все возможно, да. Там, правда, под конец начинаются такие сложные места. Да, да, да. Ну и самые колоритные. Вы сказали, что цели посетить весь мир и кругосветные путешествия. Но есть какая-то цель вот точечная в России или в мире, или можно две назвать, куда вот еще точно очень хочется попасть, но пока либо не получается, либо не готовы. Ну, например, я не знаю, посмотреть, а такой же ли Север и Арктика в Канаде. Вот, кстати, да, действительно, это одна из целей. Дело в том, что мы очень часто путешествуем по северу России, да, и показываем, как там живут люди. Но при этом про отдаленные поселки, именно отдаленные поселки Канады и Североамерики ничего не известно. И вот хочется туда добраться, и то есть есть... И сравнить. Да, и да, потому что постоянно пишут, о, вот, типа, как плохо живут там на севере, да, водопровода нет или еще чего-нибудь нет. И, а самое интересное, я пытался гуглить, смотреть, и практически ничего нет про вот какие-то отдаленные именно. То есть не популярные центральные, которые и крупные поселки, но у нас тоже такие есть, где есть и водопроводы, есть и высотки, в Якутии тоже самое на севере, да, которые жизнь, ну, мало чем отличает от обычных поселков. То есть там все, что надо, и отопление, и есть центральная вода. Вот интересно побыть именно в национальных отдаленных поселках Америки и Канады и посмотреть, как там люди живут. Посмотреть, добывают ли они питьевую воду. То есть они находятся, например, на берегу Северно-Ледовитого океана, да. По моим впечатлениям, ну, должно быть то же самое. Но вот интересно именно приехать туда и посмотреть, и тоже снять материал и сравнить. Это было бы, ну, мне кажется, очень здорово. А север Америки вы имеете в виду север... Аляска. Аляска, вот я понял. Потому что я тут недавно понял, что самая северная точка Соединенных Штатов Америки это параллель с Воронежем. Да, когда сравнивают, как бы не понимают, что у нас как бы совершенно разные условия тоже, да. Вот, и опять же, вот мысль Челюскина, самая северная точка России, это намного севернее, чем Северная Америка. Ну, чем самая северная точка материковой Северной Америки. И условия совершенно разные. И вот многие почему-то на карту не смотрят и не понимают, что условия, на самом деле, даже каждые 100 километров там очень сильно меняются. А когда говорят о тысяче километров на север, да, то есть это на Таймыре, на полуострове Таймыр, это самое суровое условие на материке, потому что это единственная зона обширных арктических пустынь, где ничего не растет, где практически ничто не живет. То есть там всего лишь несколько видов животных живет уникальных. Это полярные волки, это северные олени такие, которые в одиночку там, у них не пасут дикие. Это овцебеки, и все эти животные никогда не видели людей. И они очень там с интересом наблюдают, как ты идешь или едешь на машине. Таких условий больше нигде нет на материке, тем более в Северной Америке. Да, я думаю, что это обусловлено еще тем, что мы привыкли смотреть на, вот как я не помню, правильно называется, модель карты плоская, которая растянута с большими искажениями, где Гренландия размером с Африку. Да-да-да, есть такое. Север воспринимается немножко некорректно, и вообще Евразия, она получается, ближе к полюсу находится. Я побывал на Чукотке, проехали почти всю Чукотку, и были на восточной точке, самой восточной, мы с Дежнева, откуда видно как раз Америку. Вот интересно посмотреть на Россию с той стороны. И также сравнить условия. Это же, блин, очень интересно, и я думаю, контент с этих поездок будет просто бомбический. Я еще вспомнил Норвегию, ведь у России, у Норвегии есть небольшая граница, как раз там в районе Териберки, вот там чуть заболею. И там тоже я смотрел некоторые видосы, где люди сравнивали, ну, как живут люди в поселках или каких-то небольших городах, вот прямо в России и в Норвегии. Я не буду, конечно, говорить результаты сравнений, но вот факт такой, что у Норвегии тоже вот такая похожая природа, но, с другой стороны, она и очень похожа, и вообще не похожа, потому что там совсем свои фьорды, уже и моря такие, и более теплые течения. Теплые, да. Вот, кстати, самое интересное, что почему-то, когда говорят про Арктику, очень многие читатели не понимают, что, например, условия на Таймыре, и в Норвегии, где средняя температура плюсовая, и на Таймыре, где вот сейчас лежит снег еще, совершенно разные. И не понимают, что есть, ну, мне кажется, просто выучили географию иногда в коридорах. Кто-то прогуливал. Да, то есть я был... Розу ветров. Да, я, например, был в Норвегии, путешествовал в октябре, и я там ходил в шортах, да. И сейчас на мысе Челюскина метель находится. Находится вот сейчас, летом, в июле. Вот, то есть насколько разные условия, они все понимают. И сравнивают, говорят, ну вот же, в Норвегии же сделали дороги, почему не могут сделать на севере Якутии? Я говорю, ну, вы понимаете, что это совершенно разные условия? А что разного? Там же вот они на одной, примерно на севере находятся. И вот очень сложно спорить с такими людьми, на самом деле. Потому что для этого нужно повторить курс географии. И рассказать, что такое вечная мерзлота. Посмотреть среднегодовые температуры, узнать, что такое вечная мерзлота, и что на вечной мерзлоте не так-то просто сделать дороги. А в Норвегии нет вечной мерзлоты, там все тепло, там хороший теплый климат. Я вот в октябре там купался в море, вот и было достаточно хорошо. У меня родственники живут в Азербайджане. И когда летом туда приезжаешь, то я не могу купаться в Хаспийском море. Потому что вода представляет из себя, ну, как ванна. Вот горячая вода в ванне. Температура тела. Да. А когда они приезжают ко мне искупаться в Волге, температура в Волге в среднем летом там прогревается где-то до 24 градусов. И это очень тепло. И они не могут зайти и говорят, ты, вы как вообще купаетесь? У нас в мае такая температура, никто не купается. Я говорю, ну, у нас это вот самое теплое, что возможно. Было очень интересно. Мы обсудили столько всего, и как выжить в Арктике, и что там делать, и зачем, главное, туда ехать. И какие сравнения бывают. Я хочу пожелать, чтобы ваши путешествия дальше развивались, чтобы новое на нашей планете не заканчивалось. А если и закончится, то Марс скоро будет, надеюсь, доступен. Здесь хочется спросить, есть ли какое-то именно экстремальное увлечение, которое вы хотите сделать? Потому что все, что вы делаете, это около экстрима. И, может быть, вы бы хотели, ну, не просто прыгнуть с парашютом, а, например, я бы хотел сказать, но сейчас это уже жутко звучит, там, погрузиться в батискафе куда-нибудь, например. Ну, вообще, хотелось бы, конечно, в космос летать, потому что я все-таки из космической столицы России, вот, где как раз эти космические корабли делаются, ракеты-носители «Союз», поэтому это, конечно, было идеально. А на самом деле у меня нет желания именно, вот, никогда не было желания именно экстрим, да, то есть я в это путешествие не ради экстрима, а ради именно изучения, в первую очередь, да. Чем старше становишься, тем больше начинаешь ценить жизнь и начинаешь понимать, сколько еще не успел и сколько еще надо сделать. Поэтому экстрим ради экстрима – это не мое. Вот изучение чего-то, да, это вот интересно. Поэтому я пока даже с парашютом не прыгал и пока даже, ну, не знаю, особо не тянет, и никто не предлагал, поэтому даже вот такого экстрима у меня не было еще. Я думаю, если вы все-таки приобщитесь к экстриму и создадите блог, то он будет называться «Экстрим со смыслом». Слушайте, это хорошая идея, спасибо. Это вы уже будете себя противопоставлять всем вот этим безумным экстрималам, которым нужно просто получить дозу адреналина, а вы будете делать это осознанно. Вот лететь с парашютом, но вот уже немножко по-другому. Со смыслом. Уже лететь с парашютом, да, со смыслом, и приземляться туда, где дальше пешком нужно выбираться 500 километров. Да, это хорошая идея. Вот, надо будет записать себе. Спасибо. Алексей, спасибо большое за разговор, было очень интересно, рад был послушать ваши истории, желаю, чтобы они только прибавлялись, и все проходило у вас успешно, и ваши путешествия были такими же необычными, эксклюзивными, и все ваши подписчики, и мы смотрели и радовались за вас, и получали какую-то новую информацию. Огромное спасибо, очень интересно было пообщаться. Вот, надеюсь, не в последний раз. Огромное спасибо. А счастливое. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok